Здравствуйте дорогие коллеги! Сегодня поговорим о редких видах рожденных аномалий хрусталика у детей. Микрофакея это уменьшение хрусталика в размерах в результате задержки внутриутробного формирования на 5-6 месяце гистации. Сфера факея это когда хрусталик приобретает шаровидную форму. На данных слайдах вы видите это обычный хрусталик, а это уже микрофакичный. То есть микрофакея это объединение двух признаков и уменьшение фронтального диаметра и увеличение сагитального. Это редкая аномалия, она может быть изолированная, может сочетаться с другими метаболическими расстройствами, а может быть и частью врожденных наследственных синдромов. Ну вот в данном случае хочу предоставить вам такую маленькую анимацию, показать как формируется. В начале вы видите хрусталик, он шаровидный. И поэтому большое приобрело значение так называемая эмбриональная теория. А с течением времени, с развитием циновых связок он приобретает всем нам известную липсовидную форму. Ну и имеется также такое предположение, что возможно формирование вот этой микрофакии уже и после рождения ребенка. Ну одним из подтверждений этому, то что имеет большое значение состояние циновых связок, является гистологические исследования, которые были проведены на ГАТО в 95 году. И он выявил при микрофакии рудиментные циновые связки, они аномально длинные и с признаками дегенерации. Вот эта несостоятельность растяжения циновых связок и вызывает формирование так называемого мигрирующего сфера факию. Когда хрусталик двигается, он может вывикнуться в переднюю камеру, вы видите в данном случае ущемиться в зрачке, может упасть на глазного дна. Когда она ущемляется, этот шаровидный хрусталик в области зрачка, развивается острый приступ глаукомы с резким повышением давления, болевой синдром, отек роговицы. И мы из своей практики уже знаем, что традиционные методики удаления такого ущемленного в зрачке микросферофакичного хрусталика, они в данном случае не работают. Почему? Потому что как только передняя камера вскрывается даже микроразрезом, хрусталик сразу падает на глазное дно и зрачок сужается. Конечно, современными технологиями можно это прооперировать, но при производстве субкотальной витрактомии, что делать не хочется. И мы предложили вот такой образ фиксации хрусталика микросферофакичного, пока он еще находится в передней камере, или ущемленной зрачке, путем прокола хрусталика инъекционной иглой. На маленьком видео мы увидим, как можно внутрикапсульно удалить вот такой фиксированный микросферофакичный хрусталик. С помощью витриотома содержимое хрусталика медленно удаляется, и затем происходит и удаление капсулярного мешка. Конечно, уже после того, что все удалено, на заключительном этапе производится удаление вот этой фиксирующей иглы. И в данном случае, хочу сказать, мы хорошо сузили зрачок, выпадение стекловидного тела не произошло, и не нужно было делать даже переднюю витрактомию. Ну, на следующем видео хочу тоже вам показать вот этот ущемленный в зрачке хрусталик. Мы уже сделали базальную эридектомию, и тоже с помощью витриотома вот так постепенно удаляем содержимое хрусталика, удаляем содержимое и удаляем хрусталиковый мешок. Ну, в данном случае, вы видите, небольшая часть хрусталика сместилась в область зрачка, и при удалении мешка подтянулись несколько ценовые связки. Поэтому уже на заключительном этапе, после того, что мешок капсулярный был удален, и остаточные массы были удалены, мы уже сделали на таком не совсем сужающемся зрачке, поочевидно, долго хрусталик находился в области зрачка и вызвал его деформацию, уже небольшую пришлось сделать витрактомию. Конечно, можно было и прямую сделать витрактомию после удаления уже фиксирующей иглы. Как вы видите, оно производится сейчас. Ну, а затем тоже можно было воспользоваться при уже сужении зрачка, насколько это удавалось, и вазальные колобомы предварительно сделаны, и сделать вот эту маленькую переднюю витрактомию, которая была действительно только передней. Ну, и на данном слайде вы видите, как сфинктер растянут. Здесь он сузился, а в данном случае не очень зрачок сужался. Зачу сказать, что после операционного периода мы используем и тубифламин, который оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие, и имеет широкий спектр действия грамм положительных и грамм отрицательных бактерий, угнетает воспалительные реакции на всех этапах, и поэтому способствует быстрому достижению эффекта и у взрослых, и у детей. И почти одновременно, а иногда и после, мы используем и гелайс в своей практике. Это природное увлажнение, большое содержание гиалуроновой кислоты 0,4%, без консервантов, специальный инновационный дозатор, и с высокими преимуществами гидрофильности, мукоаггезивности, биосовместимости и других качеств. Но в данном случае я хочу показать вам уникальный случай клинический, который мы наблюдали буквально вот несколько дней назад. Это постнатальное, то есть формирование после уже рождения микросферофакии при пластическом увидите на обоих глазах. Видите, с рождения у ребенка был нормальный красный рефлекс на обоих глазах, а потом родители заметили, что эти зрачки стали изменяться. Вот они как бы стали закрываться на правом глазу почти полностью, и на левом частично формировались вот такие эксудативные пленки. И когда они приехали к нам, провели обследование, был поставлен диагноз. Эндогенный увеит, острая цитомегаловирусная инфекция, сращение-заращение зрачка и почти полная окклюзия зрачка на правом глазу. Плюс у ребенка была еще наследственная вторичная глаукома. Как вы видите, в 7 месяцев и 9 месяцев ребенок был прооперирован по поводу глаукомы, которая оказала удачное действие козырьковая вискосинусотробекулатомия и давление нормализовалось. И на правом, и на левом глазу в 11 месяцев установлено нормальное состояние и положение хрусталика при его толщине тоже обычное 3,8-3,7 мм. Но какое же было наше удивление, когда спустя несколько месяцев, 3 месяца при обследовании под наркозом, при нормальном давлении было установлено наличие вот такой микросферы фокеи на правом глазу и на левом глазу. То есть хрусталики стали шаровидные, очевидно, вследствие бактериального вирусного поражения вот целиарной связки. И вы видите, что насколько увеличилась его толщина до 5,2 и уменьшился горизонтальный диаметр и на правом глазу 5,8 и на левом. Вот состояние клиническое. Правый глаз. Вот это полная окклюзия зрачка вот этой ксудативной пленки. Передняя камера мелкая. Смещение впереди, особенно в центре, ирида хрусталиковой диафрагмы. И на левом глазу хрусталик помутнел. Снаружи образовалась такая ксудативная пленка, которая тоже не давала возможности расширить зрачка. И тоже смещение кпереди хрусталика шаровидного, как мы уже знаем, по ультразвуку. И измельчение передней камеры. И сейчас я вам покажу, каким образом мы оперировали этот левый глаз. Мы произвели висколенцектомию с фиксацией этого микросферофакичественного хрусталика уже через радужку. Вот вы видите прокол иглой. Идем через радужку. И обратите внимание, здесь он уже хотел сместиться. Вот здесь его край. И это уже стекловидное тело. Потом ножом одномоментно мы рассекаем и эту ксудативную пленку. И делаем горизонтальную капсулуатомию. И начинаем постепенно аспирировать вот эти хрусталиковые массы мутные. Они достаточно мягкие. И аккуратно в полости хрусталика при заполнении передней камеры вискоэластиков из двух разрезов мы производим постепенную вот эту аспирацию. А вот смотрите мы удаляем капсулярный месок. Вот он вытянут в разрез. И вот вы видите, что мы из второго разреза удаляем хрусталиковую массу. А вот сейчас на аспирационной конюре зацепился и сам месок капсулярный. Вы видите, вывели мы его в операционный разрез. И вот постепенными тракциями мы его удаляем. Ну вот здесь он частично порвался. Осталось еще небольшое количество масс в том месте, где он был скрыт. И вот они удаляются путем аспирации. Сейчас вводим немножко виска для того, чтобы приподнять вот эти остатки мешка. Затем с помощью шпаделя укладываем снова эти остатки обрывки мешка на радужку. И уже с помощью цанкового пинцета, очень нежным таким движением, мы постепенно его удаляем полностью. И в данном случае не понадобилась витректомия. И была удалена фиксирующая игла. Таким образом, могу сказать, что разработанный способ удавления вот такого микросферофакичного и ущемленного, и находящегося за зрачком хрусталика, дает возможность, во-первых, его надежно фиксировать во время всей операции. А травматично удалить без смещения самого хрусталика, либо его массы клавидного тела. Минемизировать, выполнить минимальную по объему витректомию, а иногда и воздержаться от нее, поскольку повреждения мембраны переднего стекловидного тела не было. Конечно, все это купирует и острый приступ, нормализует внутриглазное давление и восстанавливает остаточные зрительные функции. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.